Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Спасибо большое, конечно, за приглашение принять участие в очередной конференции, посвященной возможностям современной иммунотерапии. Если говорить о меланоме, то за последний год мы видели вот эту сохраняющуюся тенденцию использования иммуно-онкологических препаратов на более ранних этапах развития опухоли. И в прошлом году появился новый стандарт адювантной иммунотерапии уже для пациентов с локальной меланомой. Это вторая Б и вторая С стадия. Основанием для регистрации пембролизумаба стали результаты исследований Киноут 716, где пембролизумаб сравнивался с плацебо у пациентов со второй Б и со второй С стадии. В этом году был обновленный анализ эффективности, представлен уже по выживаемости без отдаленных метастазов. И было показано, что вот это преимущество пембролизумаба сохраняется по мере увеличения сроков наблюдения за пациентами. А сейчас уже появились результаты трехлетней выживаемости. И, в общем, мы видим, что, конечно, использование пембролизумаба практически на 10% через 3 года снижает риск и развития отдаленных метастазов, и вообще прогрессирование заболевания. При этом, все-таки, если мы посмотрим, так скажем, более прицельно на частоту метастазирования в различной локализации, то увидим такую интересную достаточно закономерность. Хотя сразу хочу сказать, что, конечно, количество вот этих событий, а именно прогрессирование, не так велико, потому что все-таки мы говорим о исходно пациентах с таким относительно благоприятным прогнозом, то есть пациентах, не имеющих метастазы, не только там отдаленных, но и в региональных лимфоузлах. Вот создается такое впечатление, что снижение частоты отдаленных метастазов зафиксировано только для легочных метастазов. При этом, вот все остальные локализации, тут практически разницы не видно. Ну, при этом мы понимаем, что все-таки именно эта локализация наиболее такая благоприятная для последующего лечения. Ну, дальнейшее наблюдение выявит ли какие-то еще различия, но вот пока создается впечатление, что вот это касается только легочных метастазов. Ну, и несмотря на вот преимущества пембролизумаба, конечно, мы не должны забывать все-таки и о чистоте осложнений, и в частности, ну, выраженных осложнений третьей-четвертой степени, все-таки у почти 17% пациентов, получающих пембролизумаб, выявлялись такие осложнения, связанные с лечением, и у 11% пациентов выявлялись тяжелые осложнения иммуноопосредованные. Другое исследование, которое, в принципе, ну, повторило результаты пембролизумаба, это исследование Checkmate 76K, где, в общем, в аналогичной популяции пациентов уже использовался иниволумаб в сравнении с плацебо. Ну, мы видим, что дизайн этого исследования практически повторяет дизайн исследования предыдущего, и результаты тоже очень близки, хотя эти пациенты пока, ну, вот те данные, которые сегодня опубликованы, пока говорили о, давали нам показатели одногодичной выживаемости. Но также отмечено снижение и вообще риска рецидива, и снижение риска развития отдаленных метастазов. Но все же при вот таких, ну, несомненных положительных результатов исследований, все-таки мы на сегодняшний день не можем сказать, насколько вот такое раннее внедрение иммуноонкологических препаратов в систему или в стратегию лечения пациентов меланомой скажется на общей выживаемости. ни исследования с Ниволумабом, ни исследования с Пембролизумабом, хотя такой анализ заложен в эти исследования, но результатов пока мы не имеем. Второй момент – это все-таки пока мы не можем говорить о индивидуальном прогнозе. Вот, скажем, если еще раз посмотреть на кривые выживаемости в исследовании с Пембролизумабом, то мы видим, что через три года более 60% пациентов, которые не получали никакой, ну, вернее, получали плацебо, у них прогрессирования, заболевания не было. Вот, и, собственно говоря, этим пациентам, по сути дела, и не нужна адювантная иммунотерапия, тем более вот на такой ранней стадии. Поэтому критерии отбора для проведения адювантной терапии, конечно, остаются актуальной темой для дальнейших исследований. Ну, и еще раз говорю, что тоже, в общем, мы назначая в таких ранних, на таких ранних этапах иммуно-онкологические препараты, тоже все-таки должны помнить о том, что, ну, как минимум у 10% пациентов мы встретимся с выраженными иммунопосредственными нежелательными явлениями. Конечно, исследования по выявлению факторов, так скажем, помогают, ну, которые теоретически могли бы помочь отбору пациентов на вот именно использование иммуно-онкологических препаратов в адювантных режимах, конечно же, продолжается. И вот в этом году были представлены как раз результаты исследований Checkmate 76К, о котором я говорила с неволумабом, где была попытка определить зависимость выживаемости без прогрессирования от уровней биомаркеров. Ну, в общем, были выбраны такие известные биомаркеры. Это и экспрессия генов, ответственных за синтез интерферона гамма, это мутационная нагрузка, это уровень экспрессии CD8 иммунокомпетентных клеток, это циреактивный белок, кстати, тоже такой интересный маркер, это экспрессия PDL1 и методический индекс. И, в общем-то, не стало неожиданностью то, что высокий уровень таких маркеров, как экспрессия генов, ответственных за синтез интерферона гамма, мутационная нагрузка и CD8+, вот высокий уровень этих маркеров ассоциировался с улучшением выживаемости без прогрессирования в группе неволумаба, в то время как низкий уровень циреактивного белка также вот ассоциировался с улучшением выживаемости без прогрессирования. Таким образом, с одной стороны, это исследование показало, что преимущество выживаемости без прогрессирования для неволумаба в сравнении с плацебо наблюдалось во всех подгруппах миомаркеров, и это не зависело от наличия или отсутствия бираф мутации. Но в группе неволумаба выживаемость без прогрессирования была численно выше у пациентов с высоким уровнем генов интерферона гамма, мутационная нагрузка CD8+, и низким уровнем циреактивного белка. Вот для пациентов, которые получали плацебо, вот такой корреляции маркеров с улучшением выживаемости без прогрессирования не было показано. Ну и в многофакторном анализе именно мутационная нагрузка и экспрессия генов интерферона гаммы имели наибольший независимый эффект на улучшение выживаемости без прогрессирования для неволумаба в сравнении с плацебо. Вот. Ну, с одной стороны, да, это такой первый широкий анализ биомаркеров именно в адювантной терапии меланомы второй стадии. Вот. Однако, сами авторы подчеркивали, что его результаты являются предварительными, их следует интерпретировать с осторожностью. Ну и, по сути, в общем, в отборе пациентов для проведения адювантной терапии нам вот эти биомаркеры сегодня пока не могут помочь. Ну и, конечно, привлекли внимание результаты исследований Кино-942, где уже в адювантном режиме у пациентов с действительно неблагоприятным прогнозом, а именно это пациенты с 3-й Б, 3-й С и 4-й стадий после радикального хирургического лечения уже к стандартной иммунотерапии пембролизумабом была добавлена индивидуальная вакцина, которая разрабатывалась на основании уже, вернее, на основании неоантигенов, выделенных из опухоли у каждого пациента, причем количество тут достигало 34, и мы увидели действительно, наконец, реальный вклад вакцины в выживаемость без прогрессирования и выживаемость без отдаленных метастазов. Такое очень четкое преимущество, достаточно рано, начиная где-то примерно с одного года, то есть не с самого начала, а именно с увеличением сроков наблюдения, вот пациенты, которые получали комбинацию вакцины и пембролизумаба, имели более высокие показатели. Тоже вопрос, наверное, все-таки стоит к этому направлению вернуться, да? До этого мы знаем, что многочисленные вакцины изучались в одевантной терапии меланомы, но результаты их были негативные. Вот результаты этого исследования говорят, что, в общем, имеет смысл возобновить исследования вакцины, в том числе у нас есть эти собственные наработки, поэтому это может быть перспективным направлением для наших собственных исследований. Ну и вот еще интересные тоже данные анализа этого исследования, влияние циркулирующей опухолевой ДНК. Вот сегодня очень много работ по изучению роли этого параметра, да, при различных опухолях и интересные результаты получены. Пока, к сожалению, мы далеки от того, чтобы использовать этот метод в практике, вот. Но, в общем, мне кажется, что это, безусловно, перспективное направление. Ну вот, что показано, что после, вернее, определение циркулирующей или сохранение циркулирующей опухолевой ДНК после удаления опухоли является крайне неблагоприятным маркером дальнейшего течения заболевания. И мы видим, что пациенты, у которых продолжала опухолевая ДНК определяться и на фоне, даже на фоне, вот, казалось бы, такого эффективного лечения, как пембролизумаб с вакциной, имели значительно более низкие показатели выживаемости, чем пациенты, у которых не определялась опухолевая ДНК и которые получали или комбинацию или пембролизумаб. Ну и самое такое драматическое течение болезни было у тех пациентов, которые получали пембролизумаб. Почему это для нас важно? Ну, мы знаем, да, что мы не всегда видим ответы на иммунотерапию, в том числе и адъювантную. И, возможно, вот пациенты, у которых продолжается циркулировать опухолевая ДНК после хирургического лечения, требуют более, таких более, ну, скажем, интенсивных лечебных режимов. Ну, как вариант, вот я могу, скажем, для этой категории предположить или предложить использование комбинированной иммунотерапии в адъювантном режиме. У нас такое исследование есть, да, мы его результаты знаем, вот, и такая рекомендация даже включена была в рекомендации русско, вот, но все-таки это исследование второй фазы, это не такое высокое, не такое большое количество пациентов, это результаты и, в том числе, негативных исследований с комбинированной иммунотерапией. Поэтому сказать, что это стандарт сегодня нельзя, но вот возможно, что такой режим может быть использован вот у пациентов, у которых продолжает определяться циркулирующая опухолевая ДНК после хирургического лечения. Ну и, собственно, выводы вот исследования Кино-942, что, да, комбинация вакцины с пембролизумабом показала клинически значимое преимущество и в выживаемости без прогрессирования, и в выживаемости без отдаленных метастазов. С таким существенным снижением риска рецидива или смерти на 44% и на 65% снижение риска развития отдаленных метастазов. И вот в этом году планируется начало уже исследования третьей фазы для аналогичной популяции пациентов, причем не только с меланомой кожи, но и для других опухолей. Ну, что интерес к одевантной терапии сохраняется, в том числе и на таких ранних этапах развития опухоли, ну, говорит этот слайд, где вот перечислены те исследования, которые или только что закончились, или продолжаются на сегодняшний день. Ну, и следующее направление, которое также продолжает активно обсуждаться, это неоадювантная терапия. Рекомендации по использованию неоадювантного подхода включены и в рекомендации русско, но пока речь идет о использовании монорежимов антипидиантител. В этом году был такой уже совместный представлен анализ результатов двух исследований, это Пакинео и Прада. Эти исследования имели и общие черты, в частности все пациенты получали неоадювантную иммунотерапию в комбинированном виде. Единственное, что вот одна группа в исследовании Пакинео получала последовательное назначение эпилемумаба, затем неволумаба. Были и различия, если в исследовании Пакинео всем пациентам проводили после биопсии маркерного лимфоузла проводили терапевтическую лимфоденоктомию, то вот в исследовании Прада был использован уже другой такой индивидуальный подход. Дальнейшая тактика лечения зависела от того ответа, который определялся в маркерном лимфоузле. И если этот ответ патоморфологический был глубокий, то есть полный или почти полный, то пациенты больше не получали ни хирургического лечения никакой адювантной терапии. При частичном патоморфологическом ответе проводилась терапевтическая лимфоденоктомия, но также без адювантной терапии. Ну и наконец третья группа пациентов без ответа. Они получали и терапевтическую лимфоденоктомию и дальше в адювантном режиме либо продолжали получать неволумаб, если у них не было бираф мутации, либо получали комбинацию таргетной терапии, если у них была бираф мутация. И вот, конечно, те результаты, которые были получены в двух исследованиях и практически совпадали, это у 60% пациентов регистрировался полный патоморфологический ответ, конечно, таким, но является очень привлекательным для нас, потому что все-таки это существенно выше того, что дают нам антипедианты тела в монорежиме, а это порядка там 20%. И более того, вот по результатам этих двух исследований показано, что при достижении полного или глубокого патоморфологического ответа пациенты прекрасно живут без прогрессирования, не получая дальше ни лимфоденоктомии, ни адювантной иммунотерапии. Вот здесь на графиках видно, что добавление терапевтической лимфоденоктомии никаким образом не способствовало улучшению показателей выживаемости, в том числе и выживаемости без отдаленных метастазов. А вот системное лечение в адювантном режиме имеет значение и тоже кривые, мы видим, вернее, что те пациенты, которые получали, а это были пациенты, не ответившие на неоадювантный этап, да, но получавшие адювантную терапию. И, как я уже говорила, если у пациентов не было берав мутации, то они продолжали получать антипедиантитела в иммунорежиме. В общем, казалось бы, да, не было ответа на комбинированную иммунотерапию в неоадювантном режиме. И, ну, есть ли тогда смысл продолжения иммунотерапии? Ну, вот оказалось, что есть. Причем, если мы посмотрим на различия выживаемости пациентов, которые получали комбинированную таргетную терапию иммунорежим неволумаба, вот, то увидим, что если в первые, там, скажем, ну, два года вроде бы есть определенное преимущество именно комбинированной таргетной терапии, да, я заканчиваю, то далее кривые пациентов, которые получали иммунотерапию, выходят на более высокий уровень. Ну, и последний слайд мы тоже обсуждали на конференции, какова же роль лучевой терапии в сегодня, когда у нас есть эффективные иммуноонкологические препараты. Да, очень мало наблюдений, поэтому говорим просто пока о тенденциях. Но видим, что если пациенты не получали ни адювантной терапии по каким-то причинам, ни лучевой терапии, они имели наиболее низкие показатели выживаемости. И добавление только адювантной лучевой терапии приводило к существенному улучшению выживаемости без прогрессирования. Поэтому метод адювантной лучевой терапии продолжает иметь свое значение, ну, по тем показаниям, которые сегодня во всех рекомендациях представлены. Ну, и пропущу тогда слайды. Просто еще один, еще одна, вторая комбинация ингибиторов лак и антипедиантителфианлимап и семиплимап. Да, первая фаза, понятно, это только начало исследования. Но посмотрите, какие высокие результаты этой комбинации в первой линии терапии. Частота объективных ответов 61%, медиана выживаемости без прогрессирования 15 месяцев, что, в общем-то, уже достаточно близко к стандартной комбинации пилимумаба и ниволумаба. Конечно, мы ждем результаты уже второй и третьей фазы. Вот, если они будут такие же впечатляющими, то, в общем, у нас появится еще одна эффективная комбинация, которая имеет все-таки значительно меньшую частоту тяжелых осложнений, порядка 20% в сравнении с комбинацией пилимумаба и ниволумаба. Благодарю за внимание.